Собаку не гладить, но, друзья мои, котик вне правил, вне закона, он над системой, он делает, что хочет, даже гладит собаку. Халк и Тор мешают раствор, ну, надо же чем-то зарабатывать на жизнь, работают себе ребятки на стройке, а в выходные спасают мир, ну, или после работы, или в обед. А это собака Владимира Кличко, говорит, тебе с левой передней, или с правой задней, или тебе с передней правой, может тебе с левой задней, или кусь, кусь запрещенный прием. И да, друзья мои, всем привет, меня зовут Макс, в этом ролике я покажу вам приколы, которые мне присылаете в личку, ну, или которые я сам нахожу. Нестле Ельцин. О, господи, это же заговор. А может быть, компания Нестле была организована Ельцином? Сто пудово, никто из вас не замечал, что Нестле это Ельцин. В Госдуме предложили выдавать ипотеку 14 лет. Ещё одна двойка, и мы с папой на тебе ипотеку оформим. Блин, родители изверги, нельзя так над детьми издеваться. Вы что, он же поседеет от страха. Покупатели так и прут. Ты аккуратней, мужик, а то они сейчас тебя грабят. Я свинка Пепа, а это мой младший братик Джон Сина! Когда просидел в туалете два часа, листая мемы. Я не чувствую своих ног, говорит парень. Патрик, да ты гений! Нет, не так. Сейчас будем изображать голос Панчбоба. Патрик, да ты гений! Ага, меня все так называют. Как? Гений? Нет, Патрик. Блин, как они их озвучивают, у меня аж горло заболело. Я в магазине. Не буду брать корзину. Спустя пять минут. Чёрт, это очень жизненная ситуация. Буквально позавчера я ходил в магазин и как дурак таскал с собой вот так вот в руках какие-то помидоры, какие-то куриные ноги и какие-то орехи. Хочешь, сочиню из цифр стих? Давай, поэт. 19.32, 5.17.222, 7.15.49, 8.6.13.9. Отличный стих. Представляете, в школе бы задавали стихи из цифр. Как будете оплачивать? Терминал, пожалуйста. Оплачиваю Apple Pay. Это вы чего сейчас делали? Оплатил через Apple Pay. Просто приложи в телефон, вы меня за дуру держите? Но оплата же прошла, вот сообщение. У нас так нельзя. Но чек же уже вышел. Так, Зиночка менеджера позови. Это типичная ситуация, если какая-нибудь бабуська-продавец. В тренде оренбургские пуховые лосины на зиму. Но ведь сейчас не зима, девушка, зачем вы их одели? Это враньё, она просто не брила ноги. И всем врет, что у неё лосины пуховые. На самом деле это шерсть её. Не могу винить акул в их нападениях. Представьте себе бедро жареный куроч, проезжающий через твою комнату на скейтборде. Что ты сделаешь? Ты станешь акулой и нападёшь. И шерсть кейты отнимешь. О боже, у мужика на животе голова этого актёра. Забыл, как его зовут. Смотрите, действительно. В Амурской области парень нашёл клад в лицу, когда ходил посрать. Его вознаграждение составило 500 тысяч. Как жопой чуял. Кто-то внизу пишет. А парень не просрал момент. Действительно. Повезло чуваку. Это клуб любителей неточных пословиц? Не в бровь, а в квас. Как вас найти? Ищи ветра в попе. Древние греки спасают добытый Прометеем огонь. Нет, древние греки спасают добытый Прометеем шашлык. Ну, вообще-то ситуация жизненная. Я тоже так как-то сидел за антиком, помню. Блин, часто бывает, когда идёшь жарить шашлык, и начинается дождь. И что делать? Официант, стейк! Какой прожарки? Да я не шарю. Ну, по шкале от принесу кусок угля? Да мы ведём сюда корову, и вы укусите её за жопу. Вам ближе куда? Ну, хорошо. А если бы мужик сказал, несите корову, я укушу её за жопу, что бы они сделали? Пронесли бы корову? Когда водитель маршрутки резко дал по тормозам. Точность стрельбы в боевиках. Любой опытный полицейский, главный герой, который никогда раньше не стрелял. Внизу пишут. В индийских фильмах взял горсть патронов, кинул во врагов, убил всех в голову. Без обид, но деньги решили бы все мои проблемы. Каждую, без исключения. У меня нет ни одной проблемы, которую нельзя было бы решить деньгами. Знаете, могут сказать. Ребята, здоровье ведь не купишь. Идите вы в жопу с такими словами. Купишь. Если у меня будет много денег, я буду питаться более здоровой пищей. Я буду жить в экологически чистом районе. Ходить к платному врачу, которому не пофиг будет. Так что нифига, деньги решают проблемы и со здоровьем тоже. Ставьте лайк, друзья мои, если тоже считаете, что деньгами можно решить все проблемы практически. Ну кроме смерти, ладно. Посадочные огни. Это чтобы не промахнуться. А то так, ну ладно, не будем подробностей. Ну в общем, кучки могут оказаться где-нибудь сбоку. Отруби. Это был очень простой тест. Викинг вы или последователь здорового образа жизни? Чёрт, я сказал отруби. Тут видимо имелось в виду отруби или отруби. Конечно же я викинг. Где мой топор и шлем с рогами? А вы что увидели первым? Кто вы, викинг или зожник? Пишите в комментариях. Почему? Почему учитель химии не хочет учить нас, как варить самогон? Потому что он вам продаёт его, наверное. Если вы научитесь варить его, он потеряет свой бизнес. В ЛНД Морт смеётся как отсталый 10 часов подряд. Ажди. 5 миллионов просмотров. Я отправил жалобу на эротику в этом видео. Ютуб придётся смотреть все 10 часов, чтобы найти, где же там эротика. Нет, чувак, ты ошибаешься. У Ютуба есть специальные роботы, которые распознают всё это дело. И пошло-поехало. Есть зимняя резина, есть летняя резина, а есть... Я даже не знаю, как это назвать. Ну, придумайте сами, что ли, прикол. Как назвать такую резину? Друзья мои, позавчера вышла моя третья книга, которая называется «Укрытие». Скачать её можно бесплатно на Литрес. Я пишу книги, публикуюсь на Литресе. По ссылке в описании можете зайти, скачать и прочитать, если, конечно, вам интересно. Ну, просто читать не все любят. Но многие любят, как я понял. У меня много книг скачивают. Так что, друзья мои, бесплатно. Качайте, читайте, и, возможно, вам будет интересно. Также будет ссылка в описании на остальные мои книги, на мою страничку на Литресе. Где, в общем-то, и выходят мои книжки, и будут дальше выходить. Туда тоже можете подписаться. Ну, или просто зайти посмотреть, что я там ещё писал. Всё, ребят, спасибо за просмотр. Ставьте лайки этому видео, если вам было интересно и весело. Надеюсь, что оно вам подняло настроение. Я хотел, чтобы у вас поднялось настроение. Чтобы вы хотя бы улыбнулись. В общем, друзья мои, до встречи в следующих роликах. Пока-пока.